Создание проекта дешевого аквариума оказалось очень непростой задачей. Дни, проведенные на авито, результата не дали. То, что туда выкладывают, не подходит по ряду причин. Во-первых, там месяцами висят убитые банки вообще без подробностей, без нормальных фотографий. Во-вторых, цены рубят не кислые. И если попадаются интересные решения, ну например подарили и стал не нужен, то их надо ловить. Они реально проскакивают пулей. Реально, авито это помойка. Никто ничего ценного просто так вам по дешевке не продаст. Гораздо эффективнее будет посмотреть на частные предложения о продаже с аквариумных форумов, например. Сетевые магазины накручивают чудовищно на продукцию. Например, аквариум, который купила Алена, в закупке стоит не более 350 рублей, а возможно и меньше. В битве за дешевый аквариум я решил поймать баланс между разумной ценой и красивым и качественным исполнением. Раньше я занимался морскими аквариумами и была задумка сделать не глубокий, но широкий по двум осям аквариум. И вот мой проект по емкости, который я уже заказал. Сам аквариум будет иметь 60 сантиметров в ширину, 40 сантиметров в глубину и 20 в высоту. Будет выполнен из силикатного стекла 6 миллиметров и иметь объем около 50 литров. Все это на заказ. Что дает свои преимущества? При аквариуме на заказ вам доступен выбор и изменение любого параметра. Размеры, стекло, цвет швов и их обработка. Вам могут просверлить отверстия в любом месте любого размера, ну и прочее прочее прочее. На заказ аквариума потрачено 1500 рублей. Исполнитель заказа один из подписчиков Соловьянов Александр. Ссылка на его группу в контакте будет в описании к ролику. На изготовление и доставку уйдет чуть больше недели. Теперь вернемся к идее. Невысокая банка имеет ряд преимуществ. Толщу воды легче пробить световым потоком с меньшими потерями. Соответственно сам светильник может иметь меньшую мощность. Этот эффект очень хорош для островных композиций или для проектов где растения могут выходить из воды. Нужна меньшая мощность фильтра, потому как площадь дна велика, а толща воды мала. Фактически фильтрацию, которую я подключу к этому проекту, будет минимальной. Но сделана она будет своими руками, кстати как и свет. Бюджет по моим расчетам на оборудование не должен превысить две с половиной тысячи на все запчасти, наполнители и мелочевку. А вот с наполнением большой вопрос. Дизайн проекта хочу сделать именно островного типа. Основой которого будет белый песок и его придется купить. Белый свет не поглощает, а отражает свет, что придаст всей картиной легкость и чистоту. Аквариум должен стать красивым. Как основу субстрата я думаю использовать грунт с ближайшего водоема, который нужно наковырять, промыть и прокипятить. Небольшой слой грунта не закиснет и 2-3 сантиметра песка слой весьма приемлемый, чтобы стать активным биофильтром. Там же возьму камни, которые на прудах в изобилии. Их свойств и влияние на воду я не знаю и буду тестировать уксусом. Возможно придется вносить коррективы. Цвет субстрата не важен, планирую его полностью закрыть растениями. Остатки будут оформлены до деталей. После создания острова посажу мхи флейм, рождественский, ну и может какой-то еще. И пару анубов для балансировки композиции. А потом ко всему этому будут подсажены вишни и стайка рыбок микроразбора. Но здесь по обстоятельствам. Наполняться аква будет под кромку. Система фильтрации предполагаю сделать по-своему. Это будет горизонтальная конструкция по задней стенке у кромки воды. Всасывая воду с одной стороны и выдувая с другой. Для создания этого фильтра мне нужно приобрести только помпу. Корпус и все остальное сделаю сам. Но так, чтобы это было эстетично и незаметно. Черный фильтр на черном фоне. Крепиться будет навесом. Денег на присоски тратить не хочу. И наполнитель один, губки. Объем фильтра по моим прикидкам около полутора литров. Дома тепло. Аквариум не будет иметь разгона по свету и температуре. Преобладающие мхи вообще по моему живут и берут питание из космоса. Поэтому грелка не предполагается в принципе. А малая глубина делает совершенно ненужную аэрацию. Парциальное давление и диффузионные процессы. А также выхлоп из фильтра по поверхности будет достаточно для активного газообмена. Аквариум будет стоять на кухне. А на кухне всегда повышенное содержание углекислого газа в воздухе. Из заготовки, из-за других естественных процессов. Та же диффузия будет добавлять некоторое его количество и перемешивать в воде. Уверен, что все будет весело пузырять. По поводу света еще думаю. Возможно. И скорее всего это будет подвес с самодельным отражателем и мощная лампа холодного спектра на 220 вольт. Это решение требует экспериментов. Я не хочу, чтобы у аквариума была крышка. Я не хочу, чтобы на нем стояла лампа. Я не хочу, чтобы вообще что-то закрывало верх банки. Все это должно быть воздушным, стильным и легким. Начну все это делать параллельно и серия за серией и приближаться к результату. Жду вашей поддержки лайками, советами или если есть желание донатами, которые я хочу собрать на стадикам для мобильного и радовать вас еще более приятной картинкой. До встречи в новой серии битвы за дешевое аквариум. Пока!